Как строили стадион в Токио для летней Олимпиады 2020? Когда затеваются масштабные проекты государственного уровня, обязательно появляются трудности, разногласия, проблемы. Строительство Олимпийского стадиона в столице Японии проходило тоже не по гладкой до ровной дороги. В результате его построили вовремя, но все-таки организаторам стройки пришлось пойти как минимум на одну хитрость. Нереализовавшийся проект Захи Хадид. Сначала стадион хотели строить по проекту известной во всем мире женщины-архитектора и дизайнера британки с иракскими корнями Захи Хадид. Но проект был сложным и очень дорогим – около 2,2 миллиарда долларов, что повлекло за собой масштабную критику в сторону властей столицы. Представленная другим архитектором визуализация стадиона сразу вызвала отрицательные отзывы и несогласия. Одни сравнивали главный Олимпийский объект с черепахой, другие – с белым слоном, а кому-то он напомнил велосипедный шлем. После горячих и острых дискуссий от него решили отказаться и стали искать другого архитектора с более приемлемыми профессиональными идеями. Проект Кенга Кума такого архитектора нашли. Им оказался японец Кенга Кума. Проект, который он предложил, основывается на традициях национальной архитектуры Японии в стиле «дерево и зелень» и отражал в себе мотивы старых построек Средневековья. Стадион отличался экологичностью и умелой вписанностью в окружающий ландшафт. Да, финансовые затраты снизились бы, если бы новый принятый проект реализовался примерно до 1,2 миллиарда долларов США. Но и вместимость арены тоже изменилась бы в меньшую сторону – с 80 тысяч. По проекту ходит до 68 тысяч. Чол, в архитектурно-строительных делах можно столкнуться иногда не с самыми лучшими обычаями. К примеру, стройка здания проходит не в запланированных и утвержденных сроках. Подобное случилось при строительстве главного стадиона Токио. Его возведение начали в декабре 2016 года. А это на 14 месяцев позже заявленного срока. Все-таки трудно пребывать в жестких рамках, особенно когда речь идет о грандиозных постройках. На строительство главного стадиона столицы Японии потратили не 1,2 миллиарда долларов США, а около 1,5 миллиардов долларов США. Но приблизительно 80% всех затрат будет компенсировано за счет средств из государственной казны и бюджета столицы. Остальные же расходы планируют возместить деньгами, которые удастся получить после проведения пяти спортивных лотерей. Новый стадион возвели на месте ранее снесенного старого, в котором когда-то, в 1964 году, проходили впервые в Японии состязания Олимпийских игр. Масштабную стройку вел консорциум, во главе которого находилась фирма «Тайзей Корп». Работы шли по графику и закончились к началу зимы 2019 года. Открытие стадиона прошло 16 декабря. Особенности и нюансы стадиона Что особенного в стадионе? Дерево. Изделия из него использовались во многих структурных элементах и фасаде. Но и здесь опять не обошлось без очередного нюанса. Деревянные конструкции и детали используются только лишь до уровня третьего этажа, а на более высоких уровнях они заменены алюминиевыми. Имитациями со специальным покрытием под цвет дерева. Различить, где настоящее дерево, а где только его подобие и образ, будет очень трудно, если не подходить к нему вплотную. Такое архитектурное решение возникло из соображений конструктивной пожарной безопасности. Вдобавок можно указать еще одну причину такого не совсем честного технического исполнения поставки своего японского леса по невысоким. Закупочным ценам организаторы строительства стадиона приостановили и начали заказывать лесы соседних к Японии стран, где требования к стандартам качества лесной продукции заметно ниже японских. Снаружи стадион выглядит вполне стандартно, без особых архитектурных изысков. Рядом с ним расположен священный лесопарк Мейдзи-Дзингу, в котором посажено несколько десятков тысяч деревьев, привезенных из разных областей Японии.